Начнем мы с мусклопоза торса. Торсом в пластической анатомии называют пулыщи. То есть пулыщи и шеи, без головы. То есть тело человека, при этом не обращая внимание на руки, ноги и обуви. Но какие же здесь у нас самые главные, самые крупные, хорошо заметные мышцы? Прежде всего, давайте с районом плеч. Поработаем. Если вот так идет позвоночник, то ключица у вас, иду, подключится. Строго горизонтально отклоняясь вверх позвоночника и немножко опускаюсь вниз. Немного опускаюсь вниз, вот так. Вот так. Слегка. Хорошо. Ну и теперь район плечевых суставов. Вот здесь сустав, вот эта же плечевая кость пошла. Давайте подумаем, какие движения должна уметь делать в руках плечевых суставов. Вот так поднимать и опускать руки. Должна уметь. Кто понимает, как должна быть расположена мышца, поднимающая, опускающая, кто может подойти и показать, как провести мышцу, которая бы поднимала руку. Прошу вас. Вот, вот, только вы размахались, как часто бывает. Вы ее от позвоночника закрепили. Так. Это два таких мышечных колпачка, которые отлично прощупываются в основных плечах. Вот они. Покрывают сверху и сбоку, притягиваются так. Ну, для тех, кто хочет попутно разобраться с названием мышц вашего тела, называться они будут дельтовидные мышцы плеча. Дельтовидные, дельтовидные. Значит, и задачку поднимать. А дельтовидные мышцы плеча? Так. Что еще в районе плеча и шеи видно? Скажите, пожалуйста, вообще ваша голова крутится на шею может? Да. Ага. Смотрите друг на друга, что происходит с шеей при повороте головы. Или на меня посмотрите, я поворачиваю голову. Вот в этом районе что происходит? Кость. Кость? Кость. А потом растворяется. Да. Да? В эту сторону повернул голову и опять появился хрящ, а потом растворился. Вот такая магия. Да мышцы отмечаются. Хрящ натянуться не может. Это вам не резинка. Так? Мышцы. Мышцы, которые идут от выступа черепа, здесь за луком. Вот можете пощупить себя. Прямо за луком находится мощный выступ черепа. Он, собственно, будет в сосцевидный отрост. Так? И оттуда мышцы идут. Вот положите вот так пальчик ниже уха. Уприте его в сосцевидный отрост. И поверните голову. А вы почувствуете, как у вас напрягаются сухожилия, ведущие вот к этой мышце. То есть, на самом деле, это две мышцы, которые идут вот так вот и вот так вот от основания уха, от сосцевидного отростка, к грудине. Ну и погадайте, зачем они нужны, эти мышцы, ведущие по треугольнику, поворачивать голову. Поворот головы, так, и регуляция степени наклона головы в ту или иную сторону. У этих мышц длинное название. Вы учивайте их еще раз, я говорю, не обязательно. Но кто хочет, по-твоему делу еще и с мышцами разобраться, по аквандрубам. Называются такие мышцы будут. Грудинно-ключично-сосцевидная. Грудинно-ключично-сосцевидная. Значит, с этого конца они переросли к грудине, а к основанию ключицы, а с этой стороны к сосцевидному отростку челюсти. Грудинно-ключично-сосцевидная. Все в одно слово. Поворот головы и регуляция наклона. Грудинно-ключично-сосцевидная. Ну, на этой схеме у нас грудина должна проходить. В грудине притуплены ребра. И на медь. Теперь. Плечом стежа. Руки должны уметь делать вот это движение. Сведение. Как должна происходить мускулатура, сводящая поднятые руки? Вот тут. Один конец к плечевой кости, второй конец. А к грудине? К грудине, конечно. Два больших треугольника, таких мышечных. Вот они. Один конец, вот этот вот конец к плечевой кости. Длинный такой шов. Вот направление мышечных волокон вытекнует. Большие грудные мышцы. Большие грудные мышцы. Они идут вот отсюда. Вон туда. Вот так. И вот здесь будут крепиться грудина. Вот красненькие. Большие грудные мышцы. Отвели мы такого же фронтального человечка. Смотрим на него не спереди, а точно сзади. Так, ну-ка, Коль, покажи, как, чего будет вам. Ага, вот так уже ближе, ближе к берегу. Значит, смотрим. Вот этот отрезок. Ну, хотя бы невезумно отличается при глине от вот этого. И вот отрезок. Но головатые уши, пока у тебя крупноватые. Давай смотри. Уберем голову вниз шею. Согласен? Да? И давай меряем, сравниваем их с бедрами. Три четверти бедра. Вот тебе, глина. Вот какую высоту голове вместе стоит и приносит. Человек так бывает. Дети советуют в качестве домашнего упражнения. Вот просто рисуй такие каркаси. Стоящий человек, идущий человек, сидящий человек. И старайся, чтобы соотношение вот этих отрезков, да, было примерно таким, как мэтр забыл. Если забыл, какое соотношение, ну, у тебя всегда есть путь. Ты можешь вообще на себя посмотреть и примерно прикинуть. Так относятся длина плеча, допустим, к линию. А не будет. Спасибо. Спасибо.